Урочный день Мы начинаем вечер наш Мы ждем вас, друзья! А болельщики Московского автомобильно-дорожного института готовы? А болельщики Московского авиационного института готовы? А теперь мы просим команды занять свои места на сцене Команда Московского авиационного института! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Команда Московского автомобильно-дорожного института. Команда Московского автомобиля. Команда Московского автомобиля. Вот уже подан молчание-знак. Зал в ожидании замер. Но разве такое подходит нам? Тише. Идет экзамен. А ну, оркестр! Веселее ритм! Мы вызов мои бросаем. Давайте, ребята, на раз, два, три! Громче идёт экзамен! Дружба связала и слила нас всех вместе сюда! Пусть сегодня в личной теле экзамен Убудет общими силами встан! Какое наказание, коварная весна! Ещё один экзамен послала нам одна! Тепоз давать готовы пустые строки чушь! Такая подготовка только сильным по плечу! Нас в моём цели дружба связала И слила нас всех вместе сюда! Пусть сегодня в личной теле экзамен Убудет общими силами встан! Экзамен не пугает моёвцев и плоти! Давайте бешпаргалок на пять его сдадим! Под бачьи и ошибки поделим мы и вы! Поспорим за улыбки телезрителей Москвы! Нас в моём цели дружба связала И свела нас всех вместе сюда! Пусть сегодняшний теле экзамен Будет общими силами встан! Мы хотим вручить этот баллон капитану Маи, Чтобы он бросил человеку, Утопающему на сегодняшнем экзамене, В какой бы команде он ни был! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Блески нам эти стены Под флагом КВН Не раз вот с этой сцены Пришлось нам выступать Нетрудно здесь бороться Вот сессия начнется Нам в КВН придется С профессором сыграть Смодимы встречи рады Ведь вузы наши рядом Друг другу надо чаще Нам в гости заходить И вам мы предлагаем Пусть тот, кто проиграет Па-па-па-па-па В буфете кофе пить И мы с тобою Жаль, женской нет команды Сразиться с нею нам бы Что ж до восьмого марта Теперь, наверное, жди Но папа нам по почте Прислал в Москву цветочки Он передать не хочет Студентки из мати АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Кладятся КВНы Московскому на смену Но далеко не каждый Имеет почерк свой Пусть каждый будет новым Нахочевым, веселым Искрящимся задором Как Чаплинский герой Как Чарли Чаплин АПЛОДИСМЕНТЫ Скорую, аварийную, смех техпомощи вызывали? Да, вызывали. Прибыл в установленное время. Просить чисто забыл. Спасибо большое, спасибо большое. Капитаны МАДИ, Сергей Сверчук, прошу ко мне, и капитан команды МАИ, Игорь Шаталов, прошу ко мне быстренько подойти. Срочно распорядитесь погрузить в эту машину людей, оркестры и все необходимое оборудование для проведения домашнего задания, полученное от штаба КВН. Это домашнее задание вы будете проводить в кафе Романтики. На этом проспекте, в доме номер 40, расположено молодежное кафе Романтики. Вот оно, по-моему, да, кафе Романтики. Каждый вечер здесь собираются юноши и девушки столицы весело и интересно провести свой досуг. Вот и сегодня в кафе собрались молодые рабочие, инженеры и техники московского трамвайно-троллейбусного управления. Смотрите в них внимательно. Внимательнее, внимательнее посмотрите на них. Сегодня они будут и вашими помощниками, и вашими судьями одновременно. Вашими же судьями сегодня будет и наша уважаемая жюри. Этот конкурс оценивается по десятибальной системе, и очки записываются в зачетки, с которыми вы пришли сегодня на наш экзамен. Капитан, прошу занять места в машине. Капитана, распорядитесь, занять места в машине. Быстрее, быстрее, быстрее. Готовы? АПЛОДИСМЕНТЫ Перед экзаменами обычно проходят зачеты. На зачетах, по всеобщему мнению, задаются вопросы, на которые никогда в жизни не ответишь. И вот именно такие вопросы и зададут сейчас капитаны своим противникам. Команда, подойдите, пожалуйста, сюда поближе. Сюда вот, команда. Каждая команда задает своим противникам по пять вопросов. Время на обдумывание ответа дается 30 секунд. У меня секундомер, я буду засекать время. Итак, первыми будут задавать свои вопросы команда МАИ. Пожалуйста, ваш первый вопрос. Погромче только и задавайте, и отвечайте погромче. Будьте любезны, скажите, пожалуйста, в чем, в принципе, есть различие между автолюбителем и авиалюбителем? Включаю секундомер. Разница в высоте положения. Вы довольны ответом? Я вполне доволен ответом. Я хочу только добавить, что обычно в последнее время авиалюбители группируются в МАДИ, а автолюбители группируются в МАИ. Второй вопрос команды МАИ. Скажите, пожалуйста, что толкнуло Эйнштейна на создание теории относительности? Секундомер. Отсутствие материальной базы. Мы ответом довольны. Довольны ли жюри? Жюри скажет свое слово после разницы. У меня следующий вопрос. Третий вопрос. Я вам задам задачу. За серым зайцем гонится белая собака. Зайцы собакам имеют одинаковый вес, скорость и характер. Когда собака догонит зайца, кто из них больше вспотеет? Секундомер. Зайц спотеет больше от страха. Все так бы и случилось, но смею вас уверить, ни у зайца, ни у собаки нет потовых желез. Четвертый вопрос. Скажите, пожалуйста, каковы результаты первого опыта скрещивания растения с животным? Орнитоплан. Довольны ответом? Я ответом недоволен. Я просил животных с растениями, я могу вам напомнить. В свое время Мюнхаузен стрелял вишневой косточкой в оленя. И через год у этого оленя на лбу выросло вишневое дерево. И последний, пятый вопрос команды моей. Скажите, пожалуйста, как увеличить процент шланга подачи к загораемому объекту? Пожалуйста. Как можно скорее позвонить по телефону 0-1? Мы туда звонили по этому телефону, нам сказали, нужно уменьшить коэффициент шланга сопротивления. Итак, вопросы задает команда Автомобильно-дорожного института. Первый вопрос, пожалуйста. Куда Макар телят гонял? Макар туда телят гонял? Откуда после выгонял? Ваше мнение по этому вопросу? Ответ довольно остроумный, но не совсем точный. Дело в том... Тише, товарищи, тише. Дело в том, что на этот вопрос есть вполне положительный ответ. Макар загнал телят, но оттуда он их не выгонял. Об этом говорит Валерий Галактионович Короленко. Владимир Галактионович Короленко. Что? Есть цитата. Этот сон видел бедный Макар, который загнал своих телят в далекие страны. Понятно. Второй вопрос. Второй вопрос. Где находится пуп земли? Время. Раз ваш и нас ждет здесь институт, то пуп земли сегодня тут. А точнее, согласно Туру Хейрдала, это остров Рапануи, остров Пасхи. Третий вопрос. Третий вопрос. Кто первым сделал из мухи слона? Из мухи слона сделал первый студент, который сдавал зоологию. А точнее, из мухи слона сделал страх. У страха глаза велики. Пожалуйста. И ответьте, пожалуйста, на следующий, четвертый вопрос. Кто последним открыл Америку? Последним тот ее открыл, кто лишь сейчас туда прибыл. По нашему мнению, последним открыл Америку. Вот член нашей команды Валя Бурштейн. И последний, пятый вопрос. Команда Мадив. Какой должен быть лоб, чтобы в нем уместилось семь пятей? Чтобы семь пятей разместить, лоб явно лысым должен быть. Ваше мнение? Этого мало. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот такой. Итак, на этом разминка заканчивается. Наша интеллектуальная разминка показала, что для студентов нет, ну или почти нет вопросов, на которые нельзя ответить. Мы надеемся, что наша сегодняшняя встреча еще раз нам это продемонстрирует. Теперь команды могут занять места в первом ряду партера. Пожалуйста. Изобретателям и той, и другой команды. Советом клуба веселых и находчивых было предложено попытаться сказать новое слово в транспортной технике. Попытаться создать аппарат под условным названием «Тише едешь, дальше будешь». Как изобретения готовы? У нас готовы. Готовы. Итак, мы попросим команды продемонстрировать нам свои изобретения. Первыми начинают студенты Московского автомобильно-дорожного института. Пожалуйста. Дорожник на высоту. 13-18-13 в пользу Московского автомобильно-дорожного института. АПЛОДИСМЕНТЫ Тише едешь, дальше будешь. Черепаха, она же тихо ходит. Но она далеко не уйдет. Вот ракета, она уж далеко летает. Но она же не тихо едет. И мы скрестили черепаху с ракетой. И получили легковой автомобиль. Но какой марки? Ведь в нашей стране каждый год выпускается столько легковых моделей в умении сосчитать. Получается огромное число. Тремя нулями. 0,0, 0,0, 0,00 и 0,00. Для создания новой модели мы, естественно, тщательно изучили существующие. Представленные на этом графике. Ось-абсцисс, черепаха. Ось-ординат, ракета. АПЛОДИСМЕНТЫ Автомобиль ЗИЛ-110. Создавался два года. На выставках не экспонировался. Объездил все столицы. Союзных республик и 28 областных центров. Ни разу не сворачивая на проселочную дорогу. Автомобиль Волга. Более простое устройство. 70 лошадиных сил. Создавался пять лет. И побывал на семи международных выставках. А затем, за следующие три года, прошел без всякого капитального ремонта 22 тысячи, нет, не километров, рублей в старом масштабе цен. От 32 тысяч до 54 сейчас. Автомобиль Запорожец. Но тут мощность 23 лошадиных силы. Вот уже 10 лет с черепашьей скоростью ползет он к массовому потребителю. Но зато уже сегодня объезд побывал в 67 странах мира. Качу я с одной автомобильной выставки на другую. Идя дальше по этому пути, мы предлагаем нашу модель. О машине строки эти. Их любой дурак поймет. Чем слабее, тем тише едет. Значит, дальше всех пойдет. Краткое описание техническо-эксплуатационных данных. Тихо едущей, далеко будущей машины ЧП. Черепаха в полете. Фирма КВН МАДИ гарантирует скорость машины меньше, чем скорость любого пешехода. Включая грудных младенцев, естественно. В случае поломки машины она просто и удобно транспортируется на спине ее владельца. В этом случае скорость зависит от того, в каком состоянии находится владельца. Машина прочна. Ее проверяли на прочность столкновением с 25-тонным МАЗом. Результаты превзошли все ожидания. С МАЗом ничего не случилось. Машина удобна в употреблении. И не менее удобна при ремонте. Проблемы запчастей для нее не существует. Деревья растут везде, даже в Москве. Никто пути пройденного у нас не отберет. У машины нет заднего хода. Ничто не заставит свернуть ее с намеченного пути. Руля-то нет. Абсолютную безнаказанность движения обеспечивает небывалое приспособление. Новшество в звуковой сигнализации. При таком сигнале ни один пешеход не нарушит правила движения. Теперь докажем, что это действительно искомая модель. По мощности она является вершиной творения. Одна человека сила. Второе. Действительно, долго ли будет она идти до потребителя? Это положение докажем методом от противника. Простите, от противного. Ну, товарищи, ну кто хочет записаться на нее в очередь, спешите. Замит сейчас в пае. Ну вот, потребитель тоже против. Кроме того, ее уже отказался пустить в производство. Завод швейных машин и облегченных патефонов. Ясно, что она дойдет до потребителя не раньше начала 21 века. А что же касается бесконечного количества выставок, по которым предстоит пройти нашей модели, то мы предоставляем право нашим уважаемым рецензентам сопровождать ее. Для этого предлагается представителю команды МАИ опробовать машину. Опробование сопровождается веселой песенкой «Если я машиной не доеду, значит я пешком дойду». Да, слово изобретателям Московского авиационного института. Эй, водитель, осторожно, впереди автодорожник. Что он делает? Копает. А зачем? И сам не знает. Видно, парень он здоровый, сделал новую дорогу и теперь ее корежит. Пару труб, глядишь, проложит, все сравняет и опять прямо тут начнет копать. Глянешь на дорогу, ремонт, пылища, рытвины, ухабы, за бугром бугор. Чтоб в живых остаться, поезжай потише. Крепче за баранку держись, шофер. Здорово собрался, езжай не спеша. На чем? На нашей машине. Смотри, на конвейер въезжают шурша автомобильные шины. Шины скорости не любят. Скорость шины быстро губит. Не газуй и от износа береги свои колеса. Облысеет, коль резина, ставь машину и привет. За резиной в магазине простоишь 15 лет. Ох, родители порой воспитать детей не могут. Мол, пацан у нас герой, пусть выходит на дорогу. И глядишь, трехлетний Вова пиво пьет, забудь здорово. В яслях с девочкой гуляет. Кузов наш для тех людей, что поспешность проявляют в воспитании детей. Надо тише, мягче, с лаской. Баю-баю, взад-вперед. Человечек из коляски далеко тогда пойдет. Двигатель надо. Пустое дело. Тот же примус, обхватов три. Только у примуса горелка снаружи, а у двигателя внутри. На специальную подставку ставим двигатель бестактный. Чтоб давал он тихий ход, ставим задом наперед. Этот примус не дурак. Тихо едет лишь со смазкой. Не помчит тебя за так. Полагается, умаслить. Поднабрался он идей у бестактнейших людей. Даже принципы все те же. Не подмажешь, не поедешь. Эй, подключайте, ребята. Я придет в вам радиатор. С ним тащиться нелегко. Не уедешь далеко. Тише. Ну, тише это понятно. Ведь он тяжелый. А почему дальше? Тише. Понятно, тише. А дальше почему? Тише. Я его со стройплощадки стащил. Ну, как тебе не стыдно. Ну, а что, кто сам машины собирает, всегда так поступает. Че там еще дальше надо нести? У машины знает каждый, сзади должен быть багажник. А зачем? И для чего? Как использовать его? Спекулянт. Живет на юге. Едет в край полярной вьюги. А в машине, в чемоданах, груши, яблоки, бананы. Как решается вопрос? Тише ехал, больше вез. Не удастся спекулянту на продаже руки греть. Больше вез, уедет дальше. Дольше будет там сидеть. Что ж, конструкция готова. Нам осталось лишь сказать заключительное слово. Как машину применять? Что скрывать? Ведь каждый знает, что подобный тихоход нам порой еще мешает дальше двигаться вперед. Пусть она стоит в музее. На нее пускай глазею. Чтобы больше никогда вот такого не было. Если ж будет, то тогда дальше ехать некуда. Изобретатель, вручитель. Итак, товарищи изобретатели, прошу подойти ко мне. Для того, чтобы... Одну минуточку. Для того, чтобы жюри смогло лучше разобраться в достоинствах и того, и другого аппарата, мы сейчас вручим командам изобретения их противников для составления отзыва. Вы, пожалуйста, ну вы там обменяетесь изобретениями. Уже обменялись. Очень хорошо. Вам дается полчаса времени, и за это время вы должны составить отзыв. При этом должны учесть, что отзыв, разумеется, должен быть технически грамотным с одной стороны, и не уступать самому изобретению со стороны юмора. Итак, счастливо отзываться. Есть вопросы, на которые очень трудно ответить. И все-таки на них отвечают, и каждый новый ответ дает побег на могучем древе познания. Прошу, деревья. Деревья, прошу. Вот на этом древе познания портреты некоторых из тысяч, которые любовно взрастили это дерево. В этом конкурсе будут участвовать оставшиеся члены команды. Мерилом времени в этом конкурсе будет вот эта юла. Прослушайте внимательно условия. Условия очень сложные. Я называю фамилию человека, портрет которого висит на этом древе познания. Первые участники команды, находящиеся уже здесь, на сцене, на старте, быстро заводят юлу, и за то время, пока юла раскручивается, вы должны быстро взять указанный портрет, на обратной стороне этого портрета написать, зачем знаменит человек, поставить его на пульт, взять юлу, вернуться на место и передать своему соседу. Задание ясно? Капитаны команд, задание ясно? За быстроту каждая команда получает три очка. За верно отгаданный портрет одну очко каждый человек. И за правильную и полную надпись на портрете каждый человек получает два очка. Прошу первых участников команд на старт. Меди, мои! Быстрее, 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 быстрее! Меди, мои! Меди, готовы, мои! Быстрее, быстрее! Минуточку, ко мне! Ко мне! Ко мне! Ньютон на старт! Внимание! Марш! ПЕСНЯ ПЕСНЯ Следующий Менделеев Шекспирт! Шекспирт! Товарищи, участники мальчики! Шекспирт! 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 Дарвин! 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 Дай, 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 дай! Дарвин, давай! Дарвин! 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 Павловский! 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 Дарвин! Дарвин! Тавел! Дарвин! Этот конкурс первыми закончили московский автомобильно-дорожный сирот. Насколько качественно они это сделали, оценит наше жюри. А пока жюри подводят итоги этого конкурса, предоставляем слово самодеятельности МАДИ. Сегодня в институте мы были свидетелями одного телефонного разговора, который мы сейчас и покажем. Алло? Это клуб? Да. Это из правкома института, говорят? Кто? Чекушкин, говорит. А, Олег Александрович, здравствуйте. Да, здравствуй, здравствуй. Слушай, как у тебя там с подготовкой к КВН-то? Самодеятельность собрал? Да, все как велели, что смотреть приедете. Нет, я по телефону разберусь. Слушай, художники, готовы тебя? Да, сейчас отправляем. 20 картин акварели, одна масляной. Акварелью? Ага. Ну, неплохо. А на масляной что у тебя там? Это квартира студента, и вся семья его там. Ага, ну а обстановка приличная, телевизор, пылесос, это все есть у нее там, нет? Нет, они его в коридоре держат. Узкий реализм, понимаешь, пускай в комнату пририсовывает. Ну ладно, тона-то какие, теплые там? Да, в основном голубые. Так это же холодные, пособие надо читать. В розовые пусть перекрашивают. Да, товарищ Чекушкин, ведь до КВН всего три часа осталось. Ну ладно, пока пусть клеевой закончит. Художественный чтень давай мне. Что, слушать будете? Давай к аппарату его. Художественный чтень требуют. Художественный чтень и слушают, Олег. А ты не слушай, а давай, что у тебя там есть? Что, прям в трубку, что ли? Ну конечно. Пушкин, я вас любил. Слушайте, Олег. Олег. Я вас любил. Любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Олег. Олег. Пускай она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Олег. Олег. Я вас любил. Безмолвно, безнадежно. То робостью, то нежностью томим. Я вас любил так искренне, так нежно, как, дай вам Бог, любимым быть другим. Все. Ну неплохо. Зерна не слышу, что ли? Чего? Зерна, говорю, не слышу. Так я ж из клуба говорю. Нет, ты систему Станиславского читал? Кого, кого? Станиславского. Нет. Вот прости, ищи зерно. Найдешь, звони, в следующий раз зерном прослушаю. И потом поярче давай, то кверху, то книзу. Как там у тебя? Как дай вам Бог, отдавай книзу. А любимым быть другим кверху, понял? Значит, Бога книзу, а любимым кверху. Балет давай. Балет требую. Так, товарищ Чекушкин, а как же я вам балет скажу? А ты не показывай, а доложи общие данные. Что у тебя там по балету-то? Значит так. Молодежный вальс и по-дэ-дэ. Молодежный? Ага. Ну можно. По-дэ-дэ. Классика. Ну тоже неплохо. А народ, сколько у тебя занять там? Как сколько? Двое. Как двое? Вон майовцы 30 танцоров выставили, а ты двое. Выставь хотя бы человек 20, но ведь неловко же. Так, товарищ Чекушкин, ведь по-дэ-дэ в переводе на русский язык означает по-двоих. Его ведь только двое танцевать могут. Что ты мне говоришь? Раз дэ-дэ, значит дэ-дэ. Ну выставляй 10 человек, а остальные пусть прихлопывают. Вокал давай мне. Вокал, вокал это я. А, ну что у тебя там есть? В Чековской. Ари Ленского. Слушайте, алле. Алле, из одноименной оперы Евгения Онеги? А-а. Давай. Давай. Куда? 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 Что говорите? Куда понесло тебя, говорю? Как куда? Ты слыхал, как эту майовцу дают? Нет. Бодро, жизнерадостно, а ты как даёшь? Вяло и невыразительно. И потом голос у тебя какой-то шершавый. Ты воздух-то чем берёшь? Как чем? Носом? Ну правильно берёшь. А выпускаешь чем? Тон. Неверно. Пособие надо считать, милый мой. С диафрагмой надо воздух-то выпускать. Кизне. Ты знаешь, где у тебя диафрагма-то? Нет. Вот давай ей выпускай. Вот слушай, я тебе спою сейчас. Куда, куда, куда вы удалились? Понял? Вот сразу видать, куда человек удалился. Ну-ка давай-ка ещё раз мне. Слушайте, Алле. Алле. Куда, куда, куда вы удалились? Ну вот, порядок. Ну, что у тебя там ещё осталось? Куклы. Куклы? Ладно, куклы попозже прослушаю. Бывай. Бывай. В очередной графе ваших зачётных книжек значится экзамен по музыке. Экзамен не совсем обычный, поскольку издавать его и принимать будете вы сами. Я попрошу команду выделить по одному человеку для участия в этом экзамене. Быстрее, пожалуйста. По одному человеку от команды. Быстрее, ребят, быстрее, быстрее. Так. Ну, пожалуйста, от МАИ. Кто из вас первый решится занять профессорское кресло? Мать уже выделена. Так, пожалуйста. Капитан МАИ, пожалуйста. Пожалуйста. Значит, условия нашего конкурса таковы. Послушайте, пожалуйста. Вам даётся три минуты чистого времени и возможность первому проявить свою эрудицию, второму свою находчивость. По истечению трёх минут вы меняетесь местами. Всё понятно? Да. Всё понятно. Пожалуйста, занимайте профессорское кресло. Студент. Вот сюда. К этому столику. Пожалуйста. Приготовились. Я засекаю время. Три минуты. Пожалуйста. Благодарю. Можно начинать. Прошу, пожалуйста. Вы бы смогли исполнить на барабане мелодию Арии Ленского в одноименной опере, как сказали только что, Евгений Онегин. Арию не исполняют на барабане. Арию поют. Мелодию Арии. Мелодию Арии. На барабане? Да. Вот на этом? Вот на этом. Нет, не могу. Почему вы не можете? Потому что мелодию на барабане исполнить нельзя. Барабан, видимо... На барабане, вы хотите сказать, исполняется только ритм. Мелодия не даётся на барабане. Нет, почему? Если барабан литавра, если много литавра, тогда можно сделать... А я вам предлагаю на конкретном барабане исполнить. Нет. Не сможете? Ну хорошо, тогда я вам попробую дать полегче задание. А вы на тюрн сыграть смогли бы на плете водосточных труб? Да. А каким способом бы вы это сделали? Простите, куда бы вы, ну, дули? Или бы вы стучали? Флейту. Ноктюр на плете водосточных труб, вы бы выбрали там флейту. Но это же водосточные трубы. Я бы из водосточной трубы сначала сделал флейту, а потом выиграл на ней. Простите меня, но флейта... Флейта, это деревянный инструмент, а водосточные трубы нет. Почему флейт, это не деревянный инструмент? В большинстве... Ну, каким способом вы бы сделали? Сделал флейту? Да. Дайте трубку, я покажу. Мне нужно... Давай. Ну, значит, вы не можете... Можете исполнить, да? Да. Можете. К сожалению, у нас здесь нету. Ну, что же. Тогда бы вам предложить исполнить первое па из балета «Лебединое озеро» «Танец маленьких лебедей». Вы бы смотрели. Танец маленьких лебедей мне не позволяет мой вид, костюм. А вообще, да. Вообще, да? Да. Если принять во внимание, что вам мешает костюм, было бы это, очевидно, великолепно. Наверное. Но вы бы не смогли, невзирая на то, что вам мешает ваш костюм. Нет, не могу. Ну, а что же вам еще мешает? Только костюм. Только костюм. Простите, пожалуйста, три минуты и стекло. Меняйтесь местами. Минуточку, минуточку. Товарищи жюри, можно заменить? Студентом и тренировка. Минуточку. Студент не может быть, все надо. Нет, уж давайте уж так. Прекрасно, прошу вас, занимайте место. Итак, теперь в кресле профессора студент из МАИ. Три минуты. Скажите, пожалуйста, каким фильмом специально писал музыку Чайковский? Музыку никаким фильмом специально Чайковский Петр Ильич не писал. Подумайте. А вы много знаете Чайковских? Я имею в виду Петра Ильича Чайковского. Каким фильмом писал музыку Чайковский? Петр Ильич Чайковский никаким не писал. Каким фильмом писал музыку Чайковский? Если принять во внимание, что в фильме оперы Евгения Онегина использована музыка Чайковского, то можно считать, он писал, заранее предвидя, для этого фильма? Нет, нет, нет. Здесь фильм делался для музыки, а не музыка для фильма. Не ответил? Не ответил? Борис Чайковский, великолепный советский композитор, писал музыку двухсерийному кинофильму «Хождение за три моря». Уважаемый профессор, вы бы так и сказали, что не Петр Ильич, которого я очень люблю, а Борис. Скажите, пожалуйста, уважаемый студент, какие русские композиторы классики не носили бороду? Не носили бороду те композиторы, которые ее не имели. Какие композиторы не имели бороду? Не подсказывайте. Те, которые ее брили. Какие композиторы брили бороду? Брили бороду те композиторы, которым она либо мешала, либо которые считали, что она им не идет. Я вас конкретно спрашиваю. Я считаю, что вы мне этот вопрос не ответили. Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, какой самый длинный музыкальный инструмент? Самый длинный музыкальный инструмент это тот, который, если измерить в определенном направлении, будет длиннее всех тех, измеренных во всех остальных направлениях. Я думаю, немного иначе. Самый длинный самый длинный инструмент, по-моему, это окружная автодорога вокруг Москвы. Там есть музыкальные полоса. Поющая линия. Вам неудобно, как автодорожнику, не ответить на такой вопрос. Время. Простите, пожалуйста. Спасибо вам. Займите свои места. А на этом наш экзамен по музыке. Жюри, можете ли вы подвести итоги предыдущего конкурса? По заданным вопросам, я поделаю еще. Предыдущий, можно сказать. Так, итоги конкурса треба познания. Быстрота команды три очка автодорожником. Правильность фотографии семь очков в обе стороны. Ответы надписи у авиаторов неправильны два, а у автодорожника три. Всего по этому конкурсу авиаторам семнадцать, дорожникам восемнадцать. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ чудрально. Вы говорили, что сейчас с бризом за бриз. Абриз потом будет. Абриз не надо с бризом. Абриз не будет комментировать. Общий счет 36-30, да. 36-30 в пользу московского автомобильно-дорожного института. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Предоставляем слово участникам художественной самодеятельности Московского авиационного института. Мы исполним студенческую колыбельную песню композитора Тирлецкого. ПЕСНЯ ПЕСНЯ СПИТЬ, Дочурка, ЭТО КУЛЯ! Что ж тогда усни, тем более поскорее засыпай. Станешь взрослым, как придется, спать тебе уж не придется, Ваю-ваюшки, Ва-вай! Встретишь девушку весной и полюбишь всей душой и услышишь нет подгляд. Вот тогда убитый очень, ты не будешь спать все ночи, спи, пока любимой нет. Вечно занят вечерами ты забудешь за делами, что сейчас январь и май. Будешь делать до рассвета срочный номер стен газеты, а пока что поеба. Станешь ты студентом скоро, и экзамен сдать без спора, сон и отдых, все прощай. В эту пору еле-еле ты поспишь часок в неделю, а пока что баю-бай. Не грызут тебя заботы, ни свидания, ни зачеты, это ты цени и знай. Мы давно в твоей коляске спали все закрывшие глазки, баю-баюшки, бай-бай. Мы давно в твоей коляске спали все закрывшие глазки, баю-баюшки, бай-бай. Жюри, мы просим итоги музыкального конкурса. По музыкальному конкурсу мы так рассудили здесь. Надо сказать, что ни профессора, ни студенты не показали больших знаний музыки, но студенты были достаточно находчивы. Поэтому, как подавайте студентам, собственно, поскольку студенческий КВН, мы просудили равное количество очков и МАДИ, и МАИ, по пять очков каждой команды. самодеятельность Московского авиационного института. Про художников, передвижников, или о том, как у нас умеют рисовать. Делать было нечего, дело было на лекции. Точка, точка, два крючочка, носик, ротик, оба, оборотик, палка, палка, огуречек, получился человечек. У меня, смотри, какой у тебя дон кривой. Да, немного кривого. Ну-ка, дай крандашик, брат. И вот сейчас удачно очень. Только гритель, он не против. А ты ручкой нарисуй, а на парту, парту плюй. Точка, точка, два крючочка, носик, ротик, оборотик, палка, палка, огуречек, полка. Чего нарисовал? Ну, Андрюша, ты нахал. А еще такое, сможешь, если ты чуть-чуть поможешь. Лектор лекцию читал, Андрюша выдавал. Точка, точка, два крючочка, носик, ротик, оборотик, палка, палка, огуречек, получилось. Получился человечек. В раж вошли ребята наши, авторучки так и пляшут. Все рисуют. Женщины, зебры, что движение, то шедевр, сказал один художник по предметам всем. Задолжен. Места нет, а то бы я. Передвинься, вон скамья. Снова парта, как стекло. Дело здесь легко пошло. Снова точка, два крючочка, снова ротик, оборотик, пресловутый огуречек и нахальный человечек. Разы три передвигались, из последних сил старались, передвижниками стали, а как стали, просияли. В перерыве над творцов налетел консорт скворцов. Вас за это в деканат я отправить был бы рад. Нет, художники, смолились, не гони нас, сделай милость, ты сюда, сюда взгляни, что неверно, объясни, но консорт неумолим пробосил. Поговорим. Вот, к примеру, у осла почему-то три хвоста, а Андрей ему в ответ, мой автопортрет. Что ж, недурно, очень скошь, только ты снова врешь, я поклясться тут готов, у тебя же шесть хвостов, ты себя причислил сам к успевающим. Аслам, мимо факта не пройдешь, три хвоста сейчас сотрешь, шесть рисуй, да поднимей, а вообще-то не робей, это дело стоит свеч. Ваш пасин пора разжечь, опыт в массе передач, научить всех рисовать, лозунг наш, один плюс три, на перо, давай варим. Мы не знаем, было ли точно все, как мы вам рассказали, кто, когда поставил точку, что и где нарисовали. Только скажем, в белой кофте в институт прийти нельзя, носик, ротик, оборотик, перескочит на тебя, повернулся, вот и точка, потянулся, два крючочка, человечек вскоре весь, не замедлив, пересесть. Иногда и покраснешь, иногда бывает так, сидеть за парту не успеешь, а на парте ты дурак. Вам не кажется, что надо безо всякой проволочки под нахальным человечком наконец поставить точку? отзыв о работе своих соперников показывают студенты мои. не пожалели вы затрат ума, труда, усилий, создав обширнейший трактат о всех автомобилях. Автомобиль у вас отличный, его удобно так чинить, ну вот, к примеру, я бы лично мог это так изобразить. Но к своему автомобилю вы сделать номер позабыли. Номерной вам дарим знак. Пусть машина с ним ползет. Вы его читайте так, а куда же вас несет? Пожалуйста, изобретатели автомобильно-дорожного института. Мы с маёвцами почти родственники. Нас обуревают одни и те же страсти. Любовь к движению, к механизмам. Могу вас заверить, что в детстве мы ломали одни и те же механические игрушки. Посмотрите, как по-родственному могучие автомобили-тягачи возят на буксире самолёты на аэродроме. Так что мы не против в порядке объединения принять маёвцев в наш институт. Тем более у нас как раз новое крыло пристраивается. Ведь в честь дружбы с МАИ мы уже назвали станцию метро около нашего института аэропорт. Но главная родная сестра жены его двоюродного брата учится в МАИ. Мы восхищаемся преподавателями авиационного института, питомцы которых создали такую великолепную развалину. сочинять её непросто, а понять ещё сложней. Лучший друг попробуй в прозе, это будет посмешней. Берёт зависть, как смело ворвались маёвцы в нашу специфику. Да, с лопатой на дороге не уедешь далеко. Просим мы у вас подмоги, нам, ребята, нелегко вместо маленькой лопаты взять огромный карандаш. Вы освоите, ребята, безусловно, профиль наш. Следует отметить замечательную заботу маёвцев о детях, которых они так ласково воспитывают. Если только с мягкой лаской вам придётся нелегко, человечек из коляски не уедет далеко. Вы его растить готовы, баловать, чтоб не зачах, а удержите его вы с этой штукой на плече. В заключение разрешите зачитать рекомендацию по производству машины КВН мои. Первое. Одобрить этот очень смелый проект. Очень смелый. Я бы лично не рискнул под ним стоять. Второе. Заменить примус на свечу. Стиариновую. Надеемся, что она светит им путь в будущем КВН. Если они победят сегодня. Товарищи, только что из кафе романтики вернулись наши участники домашнего задания. Дело в том, что когда отдыхающие близ лежащих кафе узнали о том, что в гости к романтикам приехали наши КВН-овцы, то они, естественно, запротестовали и тоже решили принять участие в этом вечере. Поэтому решили так. Все отдыхающие молодежных кафе на Комсомольском проспекте разошлись по домам и будут смотреть домашние задания у себя дома по телевизорам. А домашние задания мы проведем здесь, в телевизионном театре. Первое слово Московскому авиационному институту. Дорогие товарищи, вы, конечно, все любите смеяться, но знаете ли вы, что такое смех с научной точки зрения? Мы серьезно подошли к этому вопросу исследовали его и сейчас покажем вам лекцию о смехе. Это сделают наши аспиранты-совместители. Пожалуйста, прошу вас. Дорогие мои друзья, этот доклад о самом распространенном явлении в нашей жизни о смехе. Этот доклад явился плодом бессонных ночей и дружеских бесед. Этот доклад вам сделаю я и мой коллега, непревзойденный мастер пьяу, простите, смеха, чемпион нехорошего хохота. Дорогие мои друзья, что же такое смех с научной точки зрения? Это непреизвольный акт при широко открытом рте, сопровождающейся спазмами мышц живота, покачиванием туловища и разбрызгиванием слюны во все стороны, включая противоположную. Коллега, коллега, прошу вас. Спасибо. Итак, дорогие мои друзья, смех своими истоками уходит в далекое прошлое. Но кто же смеялся в далеком прошлом? Смеялись жрецы и фараоны. Как смеялись животным смехом? В дальнейшем, в дальнейшем, дорогие мои друзья, смех видоизменялся, развивался и дошел до наших дней. Кто смеется теперь? Смеются все, но больше всего студенты. Когда смеются наши студенты? В свободное от учебы время. Где смеются наши студенты? В специально отведенных местах. Над кем смеются наши студенты? Ну, холостые, над женатыми, а женатые, простите, женатые не смеются. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И так, дорогие мои друзья, смех своей первозданной сущности делится на три стадии. Первая стадия улыбка. Улыбка застенчиво влюбленная применяется при объяснении в любви и при объяснениях с милицией. коллега, прошу вас. Спасибо. Следующая стадия смеха смех математический. Применяется студентами и преподавателями московских институтов. Коллега, прошу вас. Хи-хи-хи-хи. Игры. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Следующая стадия смеха смех ехидный. Применяется преподавателями московских институтов при приеме экзаменов. Коллега, прошу вас. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я вам вынужден поставить два. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Следующая стадия смеха – смех студенческий. Применяется студентами Московского авиационного института непосредственно после сдачи экзаменов. Коллега, прошу вас. Я, кажется, сдал! Спасибо. И, наконец, дорогие мои друзья, высшая стадия смеха – хохот. Коллега, прошу вас. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Но хохот, дорогие мои друзья, это настолько обширная область смеха, что о ней я вам расскажу в следующий раз, когда мой коллега отдохнет по бесплатной профсоюзной путевке в доме отдыха «Белые столбы». АПЛОДИСМЕНТЫ Слово в команде Московского автомобильно-дорожного института. Прошу вас. Аплодисменты. Быстрее! Товарищи, вместо объявленной по первой программе трансляции футбольного матча между сборными командами СССР и Арктики, мы вам предоставим передачу «Средства борьбы с хищными животными в домашних условиях». А вместо передачи КВН-64 вы сможете наблюдать увлекательную передачу «Как развлекается молодежь в молодежных кафе». Футбольный матч вы сможете посмотреть в 3 часа ночи в записи по видеомагнитофону по свободной программе. Здравствуйте, дорогие друзья! Добрый вечер! Итак, мы начинаем. Коля, Валера, Валера, где ты? Валера, дай, пожалуйста, нашу заставочку. Пожалуйста. Наша сегодняшняя передача, так сказать, экспериментальная. И назвали мы ее скромно и прозрачно. «Эстафета по горизонталям голубого проспекта». Сегодня вам предстоит словом «начали». Сегодня к нам приглашен заранее по заявкам, поданным в наше бюро «Тысяча и одна неудача» наш известный, многоуважаемый русский народный хор имени. Товарищи, посмотрите, пожалуйста, как они уютно, непринужденно, по-семейному расположились вот за этим столиком. Товарищ оператор, покажите, пожалуйста. Сейчас хор исполнит русскую народную песню. Прошу вас, товарищи. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ Товарищи, у нас сегодня волнительный день. У нас в гостях совершенно случайно знаменитый велогонщик. Товарищ оператор, покажите, пожалуйста, нам знаменитого велогонщика. Коля, дай стульчик, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, как ваша фамилия? Ну, впрочем, это не важно. Важно то, что вы выиграли эту труднейшую велогонку. Скажите, пожалуйста, а как вам удалось ее выиграть? Ну, впрочем, это тоже не важно. Важно то, что, конечно, выиграла колоссальная нагрузка на тренировках, и вам помогла выиграть систематическая утренняя зарядка. Впрочем, простите, время наше истекает. Скажите, пожалуйста, вам нравится у нас в кафе? Да, ну, конечно, нравится. Мило, правда, кафе все у нас здесь есть. Очень хорошо. Скажите, а правда, что трек круглый? Нет. Правда. Мило, не правда ли, какой попался обаятельный спортсмен, товарищи? В атмосфере, в которой сейчас работают наши спортсмены, очень трудно остаться таким скромным, каким остался наш из знаменитых. Так вам, конечно, понравилось у нас в кафе, наше время истекло. Спасибо за внимание, спасибо за интервью, спасибо за кофе, который вы мне любезно предложили. Я надеюсь, что все мы, товарищи, пожелаем нашему знаменитому футболисту, простите, тяжелоатлету, нашему знаменитому тяжелоатлету метать копье быстрее всех, прыгать шире всех. Поблагодарим нашу. Дорогие друзья, сегодня любезно согласилась выступить у нас находящаяся здесь проездом на гастроли в Малаховку известная актриса, любимица побережья и жителей пустыни Донна Мария Дель Соль-Суарес, хента Хусаинов, месхи де Стефано. Скажите, пожалуйста, что вы нам покажете? Понятно. Наша гостья, Донна Мария Дель Соль-Суарес, хента Хусаинов, месхи де Стефано, покажет знаменитую сценку. В ней рассказывается о городе, на который спустилась ночь, сошло солнце, засверкали звезды, на берег океана вышла очаровательная девушка. Она спрашивает вышедшего на противоположный берег ковбоя Мишку «Майкл, ты меня любишь?» Мишель улыбнулся и хлопнул дверью. Дорогие товарищи, для номера нашей гости нужен смелый мужчина из зала. Прошу вас, товарищи. Прошу вас, товарищи. Прошу вас, товарищи. Прошу вас, товарищи. Вы не сомневаетесь в своей смелости. Прошу вас, не шевелиться. Абсолютно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Последнее весеннее заседание клуба веселых и находчивых близится к концу. Но у нас есть еще один конкурс для вас, наши зрители. Дело в том, что мы получаем много заявок от различных коллективов с просьбой разрешить им принять участие в соревнованиях нашего клуба. Так что в сентябре во встречах КВН может принять участие любой коллектив. Любой коллектив, который, во-первых, пришлет нам интересную тему домашнего задания. Пришлет нам остроумную тему для наших веселых изобретателей. И назовет команду противника, с которой хотел бы встретиться. Ждем ваших писем, наши уважаемые зрители. А теперь мы просим команды занять свои места на сцене. Команда МАДИ и команда МАИ на сцену. Быстрее, 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 быстрее. Построились, готовы? Уважаемые жюри, вам слово. Товарищи, нам очень понравились домашние задания. И так как предельная ставка, оценка предельной домашнего задания 10 баллов, 10 баллов мы присуждаем автодорожникам. Но так как все-таки авиатора нам понравилось больше, мы присуждаем 12 баллов. Общий счет сейчас жюри подсчитает. А пока, к спуску флага, болельщики, встать! Команды, к спуску флага, стоять смирно! Капитаны, к флагу! Пожалуйста. Ребят, щит. Флаг спустить! Так, капитаны с флагом, прошу подойти к нам. Наступает очень острый момент. Сейчас жюри подсчитает общее количество очков. Кто же победил? Итак, жюри вам слово. Жюри присудило за самодеятельность 6 очков авиаторам и 3 очка автодорожникам. Суммарный счет 60 на 63 в пользу московского автодорожного счета. Общий счет 63-60 победила команда Московского автомобильно-дорожного института. В зачетку МАИ записывается 63 очка, в зачетку МАИ 60 очков. Переходящий флаг клуба веселых и находчивых до осени отдается в руки студентов Московского автомобильно-дорожного института. Капитан МАИ! Команда-победительница совершает традиционный круг почета. АПЛОДИСМЕНТЫ Наша встреча подошла к концу. До следующих встреч. До свидания, дорогие друзья. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok